ребят добрый день сейчас будет такое теоретическое видео рекомендую послушать его всем кто собирает двигатели жигулевские классические особенно тем кто делает это в первый раз значит конкретно мне для моего блока сейчас я покажу вам вот он стоит блок 2101 нужны поршня 79 0 группа d есть выбор несколько вариантов это первое поршня харьковский автомат второе поршня фирмы trt с уменьшенной компрессионной высотой потом объясню для чего и третий вариант это поршня кострома вот видно мотор деталь кострома я выбрал это они самые дорогие но подержав в руках все поршня я купил эти они в два раза дороже чем обычные значит ну производитель да тут пожизненная гарантия все проверки подлинности и так далее да значит вот здесь написан состав 4 поршня 4 пальца и 4 комплекта колец коробка вот такая здесь нарисована пятерка поршня нарисованы тоже пятерочные с выборкой с циковками вернее под клапана открываем сейчас будет интересно потому что при том что там нарисованы пятерочные поршня я искал себе именно поршня мотора 21 011 то есть вот такие вот не такие как здесь нарисованы здесь нарисованы с двумя выборками под клапана у пятерки переменной мотор вот а именно такие для чего объясню сразу вот картинка видно да на пятерочных поршнях есть острые кромки особенно вот это вот кромка соединяющая две циковки вот этого центральная она имеет очень острую форму форму острую также имеет вот сама циковка она глубокая и скажем так врезана сразу резко под большим углом вот такие вот моменты на каких-либо нестандартных моторах да то есть когда вы хотите чтобы ваша машина ехала чуть-чуть повеселей вы поднимаете степень сжатия либо какой-то идет принудительный загон воздуха да надув турбо компрессор или что еще да даже степень сжатия просто поднятие степень сжатия все вот эти вот острые кромки на поршняк они греются сильнее чем просто тело поршня то есть когда поршень мясистый и у него никаких острых граней нету у него будет тепло рассеиваться по всей по всему телу поршня как только появляется какая-то острая грань она перегревается ну например как вилки допустим вы когда вилку греете на огне у вас греется кончик потому что он острый и тонкий потом уже идет нагрев самой вилки но кончик раскаляется до красна поэтому чем меньше острых грани на поршне чем он более все идеально конечно плоский поршень да вот ну здесь сделана выборка для компенсации степени сжатия на 11 моторе то есть чтобы она была нормально вообще 0 1 поршня который имеет 76 диаметр они плоские вот поэтому я выбрал такие поршня здесь вот идет какое-то покрытие тефлоновое что-то там она отражает тут рифлистая типа задерживает масло на самом деле там куча есть теорий для чего она надо что она черный цвет черный цвет очень сильно отдает тепло весь все это я прочитал как бы ну чему верить для чего вот эти вот черные здесь штуки не знаю выбирайте сами какая вам теория нравится в той верте есть еще что эти штуки для созданы для притирки поршней ну суть в общем сами поршни сделаны очень качественно вот они классно очень отлиты все ровненькие все красивые никаких на них задиров и тому подобное нету поршневые кольца здесь вот такие вот то есть два два комплект тоненьких колец и один комплект вот таких вот наборных колец с пружинкой здесь она имеет прорезь внутри бы двойное кольцо до посередине прорезь вот здесь вот я имею ввиду как два кольца вот сейчас что-нибудь приложу вот видно эти как идет верхняя нижняя посередине есть про . плюс здесь прорези в самом конце на насквозь вот и пружинка внутри дальше пальцы пальцы идут в масле причем хорошо так в маслечке то есть жирненько все ну тут в принципе показывать особо нечего что еще хочу рассказать про эти поршня значит покупал я у меня стояла четко нужна мне была группа д поэтому я искал долго ее у нас их почему-то нету и вот нашел и у меня было одно требование к этим поршням чтобы они были одинаковые по весу сейчас я вам это покажу достаются четыре поршняка ставлю чтобы вам их было видно смотрим 373 грамма видео видно хорошо замечательно 373 грамма следующий 371 давайте поднимем поставим 372 грамма то есть вот это вот заводские поршня я здесь ничего не подпиливал ничего не подгонял по весу у них один поршень легче на 1 грамм что-то 370 показывает сейчас поправлю пакетики бывает здесь плюсов погрешность он тоже 373 пока 372 то есть правильный вес 372 грамма 1 грамм то есть вот качество поршней ну я очень доволен этим дальше пальцы точно так же положу чтобы вам было видно сейчас поршня подвину все сделать значит это никакая не реклама это то что я ставлю себе на мотор то что я подбираю лучшее что можно выбрать из стандартных деталей значит берем пальцы так 0 отлично 106 грамм 106 грамм 107 грамм там видно да? 107 грамм хорошо 106 грамм вот пожалуйста опять подобрали пальцы ну просто вот красавчики вот я за эти детали я за воду вот этому костромскому мотору деталь я очень им благодарен потому что смотрите у нас поршень 1 из 4 на 1 грамм легче палец 1 из 4 на 1 грамм тяжелее то есть мы ставим поршень который легче и палец который потяжелее вместе и получаем идеальную просто идеальный вес грамм в грамм для поршневой поэтому реально спасибо большое за воду и я не жалею абсолютно что я переплатил в 2 раза я переплатил за качество поршней за их хорошую обработку за их четкий вес да то есть еще раз повторюсь вот смотрите внимательно я ничего не подгоняю это не рекламное видео это вот просто я ставлю себе и я делюсь с вами я рассказываю вам мои зрители для того чтобы вы могли себе если вы собираете машину и хотите чтобы она ездила хорошо пожалуйста потрудитесь возьмите с собой магазин весы да вот это для поршней или возьмите с собой магазин щуп когда вы выбираете помпу я уже рассказывал вот в этом видео про выбор помпы точно так же и просто подбирайте детальки по размерам по весу то есть по стандартным чтобы ну все было красиво и тогда жигули будут ездить нормально и никаких проблем с ними не будет то есть это просто пошла вот дурная слава у них потому что люди покупают самые дешевые запчасти которые сделаны черти как я встречал поршня которые были на 40 грамм разница в поршнях я не знаю как вообще это можно было так сделать вот к сожалению у меня тогда даже не было идеи взвешивать их то есть не взвешивать ну взвешивать на камеру да ну это был полнейший бред поэтому подписывайтесь на канал подписывайтесь на драйве смотрите другие мои видео я рассказываю как собрать качественные жигули чтобы это было нормально и это будет недорого потому что допустим помпу можно купить за 500 гривен в которой зазор 2 миллиметра а можно вот феноксовская помпа 227 гривен и в ней зазор идеальный который рекомендует завод просто надо подбирать поэтому смотрите мой канал смотрите видео я все вам рассказываю и делюсь с вами подписывайтесь всем удачи пока до новых встреч оставляйте свои комментарии лайки выражайте благодарность за то что я вот вам показываю потому что не совсем приятно когда люди которые посмотрели им понравилось они просто закрыли видео и ушли а люди которые есть какашки да им надо обязательно скажем так насрать в комментариях они начинают писать всякий бред вот поэтому ваши позитивные комментарии ваши лайки это просто стимул для меня делиться с вами дальше важной информацией поэтому спасибо вам большое за ваши отзывы всем удачи пока